О профилактике и противодействии коррупции и одноименной республиканской целевой программе сегодня говорили на парламентских слушаниях. Инициированы они Комитетом по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности. Проблема эта в парламенте озвучивалась не раз, отметил в своем вступительном слове первый вице-спикер Руслан Жанимов. Как результат созданы и действуют правовые и организационные основы противодействия коррупции. Разработаны отраслевые и муниципальные программы. Есть даже утвержденный перечень должностей, наиболее подверженных нарушениям или превышению полномочий. Мы все свидетели тех перемен в обществе, которые происходят в контексте проводимой в стране антикоррупционной политики. Совершенствуется антикоррупционное законодательство, выявляются и пресекаются факты коррупции, невзирая на должности и лица. Тем не менее, проблем в этой сфере меньше не становится, констатировали собравшиеся. Заместитель прокурора республики Артур Махов подтвердил этот вывод цифрами. В прошлом году выявлено более 3000 нарушений антикоррупционного законодательства. Возбуждено почти полторы сотни уголовных дел. В отношении 37 лиц суд вынес обвинительное заключение. На заседании принято решение о разработке новой программы противодействия коррупции до 2015 года, поскольку срок действующий истекает в этом году.